Продолжение следует... Сейчас мы пойдем в ту сторону, там мы еще ни разу не были Сначала, естественно, нужно разобраться вот с этими негодяями, иначе они нас просто запилят Тихо Помнят ручки, помнят Что да как в этой игре Так, тут вы видели призрака Призрак это значит, кто-то в данный момент из игроков играет на данной локации Ой, ты придурок что ли? Падай! Ушел Играет причем за девушку Так, ладно Нам нужно вон туда Там я вижу врага Это может быть засада, но по мосту, по крайней мере, надо пробежать очень быстро, иначе нас закидают Так, вот сейчас Ой-ой-ой Ой-ой-ой Все, у меня вся выносливость сушена А! Опасный Опасный пацанчик Так Надо лечиться Быстрее давай Фуу, блин Это было опасно Но тем не менее мы справились И у нас более-менее жизни Фуу, так Хорошо, ладно Как бы там ни было Куда ведет эта дверь? Надо сказать, что третья серия Это уже начинается слепое прохождение А тут я, честно говоря, не очень ориентируюсь Так что тут уже будет далеко не так профессионально все, как в предыдущих сериях А тут я буду очень много осторожничать Потому что в данной игре Постоянно нужно быть На стороже Там я слышу Кто-то топчется Ууу, засада Сада решил устроить? Скогтина Ладно Так, что еще у нас тут есть? Эээ Туда я, похоже не смогу попасть пока судя по всему давайте посмотрим что у нас вверх по лестнице фу так а тут у нас похоже ничего особо и нет о лично черная бомба отлично эта штука по моему его можно швырять только сначала нужно поставить его на таре вместо скажем этого химанти который я лучше поберегу так с помощью этой штуки мы можем возвращаться обратно к костру при этом теряя человечность и душ ну уж нафиг такого нам точно не нужно так вот это возьмем эти души по идее можно было бы когда были у костра полностью использовать и с их помощью поднять еще пару уровней кстати говоря сейчас я думаю полностью используя эти душ у нас будет 3000 и мы сможем на них купить ключ от резиденции который там был так надежды написали так что давайте ка мы пробежим вот сюда теперь пока что вроде спокойно давайте лучше какой-то игрок теперь давайте ка мы а это эмоции так давайте ка мы использовать будем эти души большую душу она дала нам 400 лично теперь просто души потерявшихся потерянные души короче говоря так так как раз у нас хватит как раз 3000 будет лично теперь самое главное не всрать это что тут кто оставил а нет это кто-то просит на помощь к нам у него наскать серьезно обвес это похоже какой-то уже высокоуровневый игрок так надо быть осторожным сначала вырубить вот этого гада хорошо и теперь опять же копейщики дать испробуем на них нашу черную бомбу отлично слушай конечно я наверное ее разбазариваю на таких незначительных болит просрал противников но я ничего не могу с собой поделать это по моему прекрасно но давай давай один на один ману а ману ты че дурак что совсем все все без психов спокойно так нужно зайти ему за спину спереди его бить упаришься фуууууууууууу вот это было опасно так мы получили его шлем нужен ли он нам то есть по идее этот шлем явно рухлядь кроме того весит 3 И к тому же выглядит глупо. Еще небось и серьезно замедлил нашего персонажа. Нет, пожалуй, обойдемся. Найдем какой-нибудь... Блин, как его снять теперь? Так. Вот так. Найдем какую-нибудь вещь полегче, наденем. Либо так и будем ходить без шлема. Наш персонаж больше на скорость. Так, там у нас в засаде один пацанчик. Отлично. Хорошо. Берем ключ. О, там ты. Ты еще держишь все вместе? Тогда пойдемте, не будь нитвит. Никогда не мешает сплорить, когда твои дни обновлены. Пакость какая. Так, хорошо. ключ к резиденции в Ван Детбурге. Ну, давайте возьмем. А, так он тысячу стоил. Давайте-то вот это еще возьмем. Хорошо. И на оставшиеся деньги мы купим. Нет, пока что меня мое оружие устраивает. Вот, конечно, вот копье можно взять. Стоит ли мне его брать, интересно. Сколько оно стоит? Сколько оно стоит? 350, похоже, да? 600. Давайте возьмем. Я думаю, оно будет в данных обстоятельствах лучше, чем меч. Хотя, конечно, тут у него свои издержки, то что... Стоит ли? Да ладно. Хе-хе-хе-хе-хе. Я его не пущу. Так, для начала. Мы, пожалуй, экипируем копье. Урон примерно одинаковый. Весит оно потяжелее, конечно. Но при этом, в данных обстоятельствах, вот такие вот удары вперед, я думаю, будут лучше, более полезны для нас. Так, хорошо. Сейчас посмотрим, если это тот ключ, который я думаю, то это будет вообще прекрасно. Я, правда, не знаю, что за той дверью, но, по крайней мере... Почему бы и нет? Не открывается эта страна. Блин, это не тот ключ. А я больше запертых дверей-то пока не видел. Ну, ладно, разберемся. Отличный вид, пишут. Ну, как скажешь, отличный. Так, тут кто-то умер. Давайте посмотрим, как он погиб. Ха-ха-ха, придурок. Он упал. Тут можно посмотреть, как погибли другие игроки. Это неплохое подспорье. Знаешь, куда ходить не надо. Так, ну что? Ты у нас, похоже, первый. Ой, тихо. Аккуратно. О-о-о-о. О-о-о. Хулиганы зрения лишают. О-о-о. Идите нафиг. Идите нафиг. Блин, да отвяжись ты от меня. Бежим. Вот нарезали. Так, вот тут надо встать. Хорошо. Хоть как-то, хоть кто-то. Падай. Блин, на лестнице неудобно. У меня удар больше идет по горизонтали. Тихо. Он мне руку высушил с щитом. Все, выносливость возвернулась. Давай, иди сюда. Хорошо. В принципе, копье полезное. Я думаю, я не пожалею, что я его взял. Пока что, по крайней мере. Кто там кидает? Запарили уже. Так, подожди. Оказалось, там еще кто-то есть. У нас один кидал. На тебе ножик в табло. Как жестко фреймрейт временами проседает. Все-таки японцы никак не умели оптимизировать свои игры. Особенно... Ушел. Особенно данная контора. Я боюсь, если они портируют на самом деле. Вдруг случится чудо. Они портируют Dark Souls на PC. Я представляю, как это будет оптимизаться. Если они на консоли не смогли игру оптимизировать. То есть, с унифицированной архитектурой. У-у-у. Слушай, я туда смогу. Да-да-да. Отлично. И что мне это дало? И какого хрена? Я что, зря сюда ходил? Зачем это было вообще мне нужно? Еще здоровье потратил. Давайте подлечимся. Фу. Так. Ладно. Ладно. Как бы там ни было. Что это у нас за домик? О! Мы использовали ключ от резиденции. Хорошо. Давайте посмотрим. Стоило ли это еще душ или нет? Голд Пайн Рейзен. Что она нам дает? Так. Понятно. Она добавляет эффект удар молнии к оружию нашему. В принципе, я думаю, если с каким-нибудь боссом драться, то его электричеством закилять будет неплохой идеей. Так. А он потихоньку, увидели, да? Крадется, крадется и дошел до меня. Я не знаю, стоило ли вот это вот 1000 душ, то, что мы взяли. Но, по крайней мере, у нас не останется закрытой двери за спиной. Давай, скотина. Копье на копье. Копье на копье. Слабак. Хорошо. Так. Вниз там. Кто-то бежит. Кто-то. Наверху, что ли, кто-то? Добрый день. Так, все, отъехал. По идее, у нас одна дорога к тем вон мерзавцам. Давайте испробуем наш лук. Давно я им что-то не пользовался. Цельце им, конечно, не очень удобно, но... Почему бы и нет? Так, они идут ко мне. Давайте их встретим. Господа хорошие, поднимайтесь. Ждать, похоже, долго придется. Лучше пойдем встретим. Так, я их убил, похоже. Я сделал сильный удар. Но на секунду мне показалось, что это было ошибкой. Ну, вроде бы, вроде бы все хорошо. Так, понятно, тут мы уже были. Только вон с той стороны, вон там мы взяли этот резин. Опасайся ловушки. Что тут может быть за ловушка? Свет. Ну, красиво, не спорю. Ну, что за свет? Временами оставляют совершенно бесполезные подсказки. Ловушка впереди. Так, понятно, я туда уже не хочу. Давайте сходим сюда. Я помню этих тварей. Когда я играл у знакомого, эти рыцари, по-моему, он сказал мне, что вообще одни из самых сильных врагов из имеющихся в игре. И сражаться с ними натурально бесполезно. Но там я вижу, какой-то ништяк лежит. Так что моя жаба меня начинает душить. То есть, как я могу пройти мимо такой прелести, даже учитывая, что тут враг, который посильнее многих боссов, судя по словам, по заверениям. Я, конечно, с ним сам ни разу... Так, тут у нас... У нас обрыв, похоже. Да, ничего нет. Не знаю, стоит ли оно того, но, по-моему, надо попробовать, по крайней мере. Убьют, так убьют, верно? Как мало у него жизни этой хрени отнимает. О-о-о! О-о-о! Бежим, бежим, бежим! Бежим нахер! Если я в черной бомбе, ты так снашу. Сколько же... А-а-а! Придурок, отойди от меня, ну! Давай на лестницу. Ух! Ты не сможешь подниматься по лестнице. Ты не смог ломать меня. Хе-хе-хе. Так, нам нужно... То есть он проявляет зачатки ума. Местные враги, насколько я помню, никогда не отличались большим умом. Чисто мощью ударов. Нет, он тупой, как и все. Просто... Если он по мне ударит, то я, скорее всего, кони двину. Но печально то, что я, скорее всего, не смогу по нему попасть. Если только вот так. Я не вижу, отнимаю ли я у него всю жизнь. Понемножку отнимаю. Почему бы и нет? Я думаю, тот ништяк, который там внизу, он того стоит. Я, по крайней мере, хочу на это надеяться. Сейчас мы тебе стрелы-то в колени понасадим. Познакомься с поп-копом. Я Алдуина манал. Тебя заманаю, тем более. Блин, он щитом. Опусти щит, братюнь. У меня стрелы скоро кончатся. Ага! Слабак! Блин. Да шо ж ты какой, а? Еще ты промахиваешься. Лично. Блин, я не смогу. У меня стрел не хватит, чтобы у него жизнь отнять. А если я спущусь, то он меня, скорее всего, убьет. Тем больше он с щитом постоянно. Блин, как он успевает, а? А так не наведешься. Хотя у нас есть еще арбалет. Лично. Сейчас-то мы все стрелы на тебя и потратим. Зато я этому знакомому, который мне говорил, в лицо посмеюсь и скажу, что прямо в начале игры убивал этих тварей. Давай, слабак. Давай. Три стрелы. Две стрелы. Последнее. Так, хорошо. Пока я в безопасности. Я, в принципе, не особо нервничаю. Так, давайте поставим себе стандартный болт. Их, конечно, не так много, 16 штук. Но, опять же, почему бы нет? Ой, тихо. Блин. Ну, что, братья? Еее! Хорошо. Мы получили титанический осколок. Не знаю, хорошо это или плохо. Сколько там времени-то? Есть еще время на эту серию. Лично. Арбалет не подвел. Давайте проверим, что за ништяк мы там взяли. У нас две двести. И я думаю, мы вернемся к костру. Да, завершим эту серию. Следующий пойдем по этому же пути. Но уже пойдем к ловушке. То есть, конечно, по-новому придется убить врагов. Но ничего страшного. Так, ладно. Надеюсь, здесь больше никого нет. Голубое колечко. Из плачущего камня. Или как оно там переводится? Тирстоун. Увеличивает защиту, но уменьшает жизни. ХП. А, когда малая жизнь. Понятно. Но пускай будет. Хорошо. Так, да. В принципе, неплохо так, надо сказать. Побесились тут сегодня. В этой серии у нас довольно продуктивно все прошло. Мне было весело, по крайней мере. Надеюсь, вам так же. Ну, конечно, было весело. Потому что, как будто не вы у меня просили уже несколько месяцев пройти эту игру. Так что, получите и распишитесь. Я натурально получаю от нее удовольствие. Так. Level up. Так, что у нас за коробка? Сложить все в ящик. Все в ящик мне складывать не нужно. Мне нужно сложить в ящик. Так. Вот эту вот фигню, которая сломанная, не очень удобно сделана. Но, по крайней мере, как бы там ни было. Меч оставим на случай, если у нас вдруг сломается копье. Один из луков тоже перенесем. Продавать тут, к сожалению, ничего нельзя. Так, вот это вот отдадим. Далее. Отдадим дерьмовую броню всю. Допустим, вот эту. Вот эту. Отлично. Теперь мы поднимем уровень. На этом уровне, я думаю, нам нужно повысить... Что-то у нас с жизнями вообще плоховато. Вот так. Да вот так. И, в принципе, больше на чего не хватит. Хорошо, мы уже 10 уровня. Это, по-моему, прекрасно. Ну и что, в принципе, на этом мы завершим эту серию. В следующий пойдем в засаду. Оставайтесь на канале, следите за обновлениями. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова